МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости из жизни города в студии Ирина Анциферова. Отсутствие квитанции на уплату взносов за капитальный ремонт не освобождает от обязанности уплачивать эти взносы. Жителей многоквартирных домов города Артема шокировали квитанции за капремонт с огромными суммами. Долги от 5 до 30 тысяч рублей накопились у граждан, которые по причине отсутствия извещений не делали никаких отчислений. Не сумев дозвониться по указанным на квитанциях номерам, обеспокоенные горожане обратились за помощью к нам в редакцию. Почему от регионального оператора не приходят квитанции за капремонт? Или в одну квартиру приходит несколько квитанций? И что будет, если не платить по данной строке? Ответы на эти, другие почему мы получили в Управлении жизнеобеспечения и благоустройства администрации города Артема. Когда фонд капитального ремонта выставлял, ну, должен был выставить всем собственникам квитанции, по некоторым адресам, по некоторым квартирам, многоквартирных домов не было сведений о собственниках. Собственники, ну, данные, норму закона проигнорировали, и когда все знали о том, что им поступают квитанции, этим собственникам квитанции не поступали, и они никаких действий не проявляли. В настоящее время фонд капитального ремонта по каждой квартире запрашивает выписки с Росреестра на собственников. По тем квартирам, которые в свое время информации не было, сейчас информация поступает, и собственникам выставляется платеж за весь период оплаты, начиная с октября 2014 года. Если собственник один, то выставляется одному собственнику, а если собственников несколько, то, скорее всего, фонд уже пошел в суд, и лицевые счета разделили пропорционально доле собственника каждого в квартире. Значит, на каждого собственника приходит отдельная квитанция с долгом за весь период, начиная с октября 2014 года. Не платят у нас собственники только домов, в которых менее трех квартир, и дома, которые признаны аварийными и подлежащими сносу. Все остальные многоквартирные дома, которые включены в программу, у всех собственников есть обязанность оплачивать взносы. Единственное, что есть льготная категория граждан, которые получают субсидии, и те, которым 70 и 80 лет, но они также механизм там, они оплачивают квитанцию, а потом соцзащита им компенсирует в виде субсидий данный платеж. А все остальные собственники обязаны оплачивать взносы на капремонт. Не секрет, что есть такие люди, которые просто игнорируют данные квитанции. Что их ждет в дальнейшем? В дальнейшем фонд капитального ремонта подает на этих собственников суд, и суд уже очень большое количество удовлетворил исков, тут же удовлетворяет, и у собственников появляется обязанность еще оплачивать судебные издержки и работу судебных приставов, а также автоматически блокируется выезд за границу и в пределы России. Можно обратиться в первую очередь к нам в управление жизнеобеспечения, либо попытаться дозвониться до фонда капитального ремонта. Но лучше к нам в первую очередь мы дадим информацию. Наш телефон 32044. И далее коротко о том, что еще попало в поле зрения нашей информационной службы. Борьба продолжается. Давайте всех посадим. Кто будет строить? Дольщики недостроенных домов встретились с главой округа. На полную ликвидацию 10 лет полигон ТБО на Угловке вступает в стадию утилизации. Улыбки, подарки, короны. Названы имена самых красивых девочек Артема. В городской администрации состоялось очередное собрание пайщиков строительного кооператива дома по улице Лазо 15-1, сдача которого намечалась на 2016 год, но до сих пор не состоялась. Пайщики во всем обвиняют застройщика, а строители предъявляют претензии членам кооператива. Александр Наточев расскажет далее. Мы надеемся, что нас не оставят власти и помогут разобраться в этой ситуации, что все-таки дом будет достраиваться. Вопрос сложный, спорный и очень болезненный. Отчаяние пайщиков, вложивших свои деньги в строительство квартир, с одной стороны, недоумение и беспомощность подрядчиков, с другой. А ответственность почему-то лежит на главе города и находится на контроле у исполняющего обязанности губернатора Приморья. Андрей Владимирович поставил задачу нам, как мы ее должны реализовать. Во многом все зависит в том числе и от вас. Дело в том, что часть пайщиков не внесли прописанную договором сумму на счет кооператива и у подрядной организации не хватает средств на завершение строительства. От этого страдают добросовестные вкладчики, которые деньги заплатили. Стройка пока что стоит. Есть определенные обещания со стороны застройщика. При этом нас очень сильно насторожил вопрос о том, что ДВ «Монолит», который является застройщиком, банкротят или должны обанкротить. Насколько мы понимаем и знаем, производство уже в суде находится данного дела. И опять же возникла угроза у нас, что наш дом может уйти с молотка. Решение данного конфликта, как считают некоторые пайщики, – дело городской власти. Но чиновники по закону не имеют права вмешиваться в спор хозяйствующих субъектов. Для этого есть специальные органы. Надо написать прокурору города или следственный комитет по факту мошенничества. Уже дело возбуждено. Мы сейчас можем их всех посадить. А кто строить будет? Давайте всех посадим. Кто будет строить? Нет. Еще раз. Ну, вам же сказали, дом построят. Мы за этим будем отслеживать и следить. Конструктивное предложение прокурора поддержали и пайщики, и подрядчики. Сейчас главное – найти пути выхода из кризиса. Давайте сконцентрируемся на том, что эти деньги собрать и грамотно пустить под контролем. Потому что мы можем недели, две, три поработать месяц, а дальше не будет денег. Мы просто уйдем. Сегодня мы за счет собственных средств заходим и начинаем работать. Как сказал руководитель компании подрядчика Александр Табаченко, на стройке уже трудится бригада из трех человек. И это только начало. На этой неделе выйдет техника для того, чтобы вывести те мешающие материалы, которые очистят площадку. Сегодня задача минимальная – это сети, закрыть контур окна, для того, чтобы дать тепло, воду, канализацию в зимнее время и производить работы по внутренней отделке. Тот график, который мы представили губернатору, он будет выполнен. То есть срок окончания работ – третий квартал 2019 года. В конце рабочей недели протокол собрания должен быть доставлен исполняющему обязанности губернатора Приморья Андрею Тарасенко. Таким образом, у пайщиков появляется шанс не быть обманутыми и надежда получить свои законные квадратные метры. На губернатора Приморского края, ну и, конечно же, на главу города Артема. Что вот благодаря их помощи, благодаря их жесткому контролю, я бы, наверное, сказал, можно будет надеяться на то, что все-таки строительство будет закончено и люди обретут свое законное жилье. Александр Натучик, Тарас Боднарук, Даная Михайлова. Городские новости. В Артемовском городском округе полным ходом идет ремонт дорог. Некоторые объекты уже сданы. Как сообщает пресс-служба администрации округа, работы ведутся сразу по нескольким программам, что позволяет охватить большее количество требующих ремонта магистралей. Так завершился ремонт дороги по улице Урицкого и межквартального проезда от дома номер 5 к дому номер 36 по улице Лозо. Общая площадь отремонтированного дорожного покрытия – 1552 квадратных метра. Деньги – 1 миллион 930 тысяч рублей – выделялись из местного бюджета в рамках муниципальной программы по содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения. Кроме того, строители завершили работы по благоустройству тротуара в районе домов номер 31 и 33 по улице Братской. Здесь также появился новый асфальт и бордюры. Из местного бюджета на ремонт 313 квадратных метров тротуара было выделено 916 тысяч рублей. К середине июля, если погодные условия не внесут свои коррективы, в соответствии с контрактом подрядчик должен завершить ремонтные работы на дорогах по улицам Куйбышева, Мурманской, Черноморской. Все эти автомобильные дороги приводят в порядок в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги государственной программы развития транспортного комплекса Приморского края». Напомним, что Артемовский городской округ уже второй год принимает участие в приоритетном проекте «Безопасные и качественные дороги». В рамках проекта отремонтируют 50 тысяч 500 квадратных метров автомобильных дорог на 136 миллионов рублей. Основная часть этих денег из федерального бюджета, но есть и средства местного – почти 14 миллионов рублей. Предприятие «Центр геодезии» заключило государственный контракт с Краевым департаментом природных ресурсов и охраной окружающей среды на исполнение проектно-изыскательных работ по рекультивации полигона ТБО в поселке Угловое. Напомним, что в 2016 году по решению суда этот полигон был закрыт и должен быть утилизирован. И только сейчас в краевом бюджете нашлись средства – 5 миллионов 600 тысяч рублей – на создание проекта рекультивации. И реализация же самого проекта обойдется краевой казне от 50 до 100 миллионов и продлится 10 лет. При этом о строительстве нового полигона на территории округа речь пока не идет. На нашей территории округа нет свободных земель, пригодных для расположения полигона. Мы пытаемся донести эту информацию до департамента, ответственного за разработку схемы ТКО. Территориальная схема на сегодняшний день она разработала, идет корректировка. Мы этот вопрос пытаемся донести, потому что у нас за счет ограничений из-за аэродрома, аэропорта, мы не можем расположить такой объект. Детский состав медицинского автопоезда «Забота» посетит Артем. С 14 июля он начинает свое движение по территории округа. Первая остановка – поселок Угловое, затем село Кневич и 8-й километр – заводское, Суражевка, Артемовский и Оленей. В составе передвижной поликлиники детские и узкие специалисты, которые окажут консультативную помощь, проведут полное медицинское обследование детей и в случае необходимости направят на дообследование и лечение в медицинские учреждения края. Машины оснащены лабораторией и оборудованием для проведения УЗИ и ЭКГ-диагностики. Медицинская помощь в мобильной поликлинике оказывается бесплатно по полюсу ОМС. Время работы автопоезда – с 9 до 18 часов. Александр Авдеев заверил жителей Угловки, что проблема с электричеством будет решена уже в этом году. Такое заявление градоначальник сделал во время очередной встречи с населением. Подробности у моей коллеги Луизы Сысоевой. Ирина Митечкина проживает в территориальном управлении Угловое в Старом доме по адресу улица Ангарская, 2. Много лет неравнодушная жительница обращается во все инстанции с проблемой затопления дома. Наш подвал и территория обычно затоплены водой. Соответственно, от этого у нас и в подвале змеи, и мухи, и комары, которые круглый год не выводятся. Но самое главное, что дом старый и размывается фундамент дома. Дом с подобной проблемой не единственный. 80% жильцов таких домов – пенсионеры. И оплачивать миллионные целевые федеральные программы не в состоянии. Ирина пришла на встречу с главой Артема с надеждой на решение многолетней проблемы. Ну, честно говоря, надежда умирает последней. Хочется так, чтобы депутаты, хочется, чтобы администрация с мэром в том числе продумывали программы, реальные для жизни граждан и учитывали вообще слои населения людей. Александр Авдеев дал четкий ответ на вопрос. Ангарская 2, Ангарская 4, Ангарская 6, значит, они попали в программу. И полностью ваша территория будет вся выполнена по комфортному жилью. То есть вы получите все то, что вы сами запланировали совместно с нашими специалистами. В 20-х числах августа к вам зайдут уже люди, кто будет работать по благоустройству и будут выполнять эту программу. В том числе, когда это формировалось, у вас была возможность как раз и сделать водоотведение. На встрече бурно обсуждалась и ситуация с улицей Заслонова. Уже несколько лет жильцы страдают от проблем с электричеством. Вернее, его нехваткой. Заслонова очень такая болевая точка. Я долго ее не мог решить. Ну вот такая система бюрократии, что я планерки все свои начинаю с Заслонова. Мы проведем реконструкцию муниципальных сетей. Это позволит улучшить электрообеспечение. Но необходимо увеличение еще и ТП. Выделено финансирование. Проектирование этого ТП 430 тысяч. И строительство обходится в миллион, кажется, 600. Линия будет сделана в подземном кабеле, кабелем проведена. А значит, ТП будет стоять на повороте. Там дом недавно сгорел, ну, месяца три назад я ездил. Да, 25-й дом. Вот именно в этом месте будет стоять ТПО, которая как раз будет отходить по всем этим делам. И кабель пойдет на шестерку, где шестерка идет, значит, от железной дороги. В Экосамброзии, овраги и кюветы, медицинское обслуживание. Жителей волновала масса житейских вопросов, которые необходимы для комфортной жизни горожан. Одни решить возможно прямо сейчас. Другие требуют детального анализа и кропотливой работы. Однако в целом угловчане услышали то, что хотели. Мы в основном пришли решить проблему свою по свету. И по воде, что нам отводили воду. Там вот эти вопросы. Ну и по дороге, конечно. Ответы на свои вопросы вы получили? Ну да, получила. По дороге нам сказали, что будет в этом году сделано, к августу месяцу. Ну а по свету и по остальным вопросам, это вода и свет, сказали, что решаем в августе месяц. Обещают, значит, исполнят. Будем смотреть. В завершении встречи Александр Авдеев проинформировал горожан о многолетней проблеме с бродячими животными, которая вскоре будет решена. В исполняющей обязанности губернатора Крымовского края Андрея Владимировича Тарасенко принято решение на увеличение финансирования по содержанию ограничений бездомных животных. Таким образом, на сегодняшний день в Сельхоздепартаменте подписывается постановление. И у нас уже есть предварительная договоренность. Создана эта ушка, значит, есть выделено место под содержание. Бездомные собаки, да, вот, возможно, их там через ветеринарку, лечением там, содержанием, передачей в добрые руки там или еще что-нибудь. Но на территории Артема заработает компания, которая будет заниматься бездомными животными. Луиза Сысоева, Тарас Боднарук, Светлана Нурик, Городские новости. Маленькие горожанки сразились в конкурсе красоты. Мисс Артема 2018 проводится уже второй год подряд. В этот раз за главный титул боролись 22 конкурсантки в разных возрастных категориях. Родители и наставники волновались, а участницы конкурса уверенно держались на сцене. Наш корреспондент Анжела Галышина продолжит тему. Я встала сегодня утром и начала краситься. За целый месяц готовились. Дома вечерами репетировали. Даже не знаю, кто выиграет. Как держаться на сцене, в какой момент улыбнуться и когда начать позировать, юные модели знают отлично. Для одних участниц этот конкурс – настоящий праздник юности и красоты, а для кого-то – начало звездного пути. 22 участницы от 5 до 16 лет пришли посоперничать друг с другом, чтобы стать обладательницей заветного титула «Мисс Артема 2018». Разделившись на 4 возрастные категории, юные красавицы проходили конкурсные испытания. Представляли себя и знакомились с публикой. Презентовали свои таланты и проявляли творческое воображение в фотоконкурсе. Удивляли, умиляли и радовали зрителей. А строгое жюри старались поразить не только внешней красотой. Брали обаянием, умением держаться на сцене и актерским мастерством. Брали обаянием, умением держаться на сцене и актерским мастерством. Некоторые девочки выходили на сцену вместе с мамами и папами, придав тем самым еще большее умиление мероприятию. В финале начинающие модели дефилировали по сцене, тем самым показывая свою осанку, чувство стиля и, конечно же, умение позировать на фото и видеокамеру. Многие из них еще совсем дети, но, как говорит организатор конкурса, руководитель школы модели перезагрузка, Седана Глушук, все они справились с целями и задачами мероприятия, которые вполне взрослые. Мы вкладываем в них артистичность, уверенность в себе, закладываем силу духа и командный дух. Это и помогает, собственно, участвовать им в таких проектах и побороть свои страхи. В итоге жюри оказалось перед непростым выбором, поскольку каждая из конкурсантов заслуживала выше награды. Были моменты, где наши мнения не совпадали, поэтому голосовали по каждому конкретному случаю отдельно. Но в целом, в целом, все были практически единогласны в тех номинациях, которые победили. Главные короны «Мисс Артема-2018» достались победителям в каждой возрастной категории. Ими стали Валерия Журавлева, София Шпет, Анна Бородина и Элеонора Монастырская. Это невероятные впечатления, когда ты понимаешь, что ты выиграл. Это круто. Всем участницам конкурса вручили цветы и щедрые подарки от организаторов и спонсоров мероприятия. Анжела Галышина, Тарас Боднорук, Светлана Нурик. Городские новости. Лето для школьников – пора долгожданного отдыха. Они с удовольствием пользуются возможностью гулять, общаться с друзьями и без оглядки заниматься своими увлечениями. Об одном из них расскажет Мария Просолова. Различные трюки на самокате и на велосипеде. На велосипеде – Ванни Хо, а на самокате – Ванетти. Это только часть трюков, которые исполняют райдеры. Насколько этот спорт опасен, мы узнаем далее. BMX, или по-другому веломотокросс, появился в конце 60-х годов в Калифорнии, а с 2008 года стал олимпийским видом спорта. Это не просто развлечение, но и сильная физическая нагрузка на все группы мышц. Я занимаюсь BMX, это маленький трюковой велосипед. Я на нем делаю разные трюки. Потом у нас есть самокат. В самокате тоже ребята делают разные трюки. Самокат полегче, чем был велосипед. Многие выбирают самокат. Потом уже постепенно переходят на велосипед. Этот спорт включает в себя катание на песчаных холмистых дорогах или на ровной поверхности, где они выполняют различные трюки и проходят препятствия. Среди подростков веломотокросс очень популярен. Да, эта травма опасна, но вообще надо оказаться в защите. Если нам построят какую-то площадку, то обязательно там будет правило, с чем туда надо заходить. То есть надо будет спортинвентарь, полностью защищенная хотя бы голова, колени, наколенники, налокотники и все. Веломотокросс является одним из опаснейших видов спорта. Главной проблемой райдеров является отсутствие специальной площадки с инвентарем и ровным покрытием. Для катания на скейтбордах, БМХ и самокатах. Зачем нам нужна площадка? Для того, чтобы делать более сложные комбинации трюков. Нас около 50-60 человек. А в парке кататься уже не очень, потому что уже сам асфальт трескается, сама плитка разваливается и не дают нам даже кататься, потому что... Ну, это как бы не предназначено для катания. Люди ходят, да? Да, люди ходят, мешают. Пока ребятам приходится выполнять трюки на самодельных препятствиях, бордюрах и скамейках. Но с мечтой о специальной площадке они расставаться не собираются. В ближайшее время райдеры обратятся по этому вопросу в молодежный парламент. Мария Прослова, Тарас Баднерук, Светлана Нурик. Городские новости. Это все новости на сегодня. Заходите на наши странички в социальные сети, смотрите нас в эфире. Мы будем держать вас в курсе событий. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова